Разберем с вами шпажки. Шпажки бывают разные. Я много лет пользовалась вот такими длинными, отламывала необходимую длину, но дело в том, что на этих шпажках мои пряники стояли в кофейнях, в кондитерских. Они высоко были поставлены на подставку из оазиса для цветов и таким образом их было хорошо видно. Для клиентов можно брать шпажки покороче, сюда сажаете пряник, остальную часть по необходимости клиент укорачивает. Но у этих шпажек есть большой минус, острая часть. Мне мамочки часто жаловались, что вот эта острая часть их пугает, потому что дети на праздниках особенно начинают играться. Они могут эту шпажку небрежно держать в руках, поэтому мамы переживают. И я в свое время перешла полностью на вот такие круглые шпажки для кейк-попсов. Они бывают всех цветов, универсальное белое. И мне очень нравятся вот эти плоские. Они хорошо заходят в пряник и у них нет острой части. И имеют достаточно хорошую длину, очень хорошо входят в торт, в кулич. Можно отломать необходимое количество. Это уже по вашему усмотрению. И одно время я активно использовала вот такие трубочки. Они очень красивые, но чтобы вставить ее в пряник, нужно расплющить вот эту часть и так вставлять. Вот примерно вот такое расстояние, сантиметра три, мы расплющиваем, вручную можно это сделать. Получается плоский вход и вот эту плоскую часть мы вставляем в пряник. Таким образом вы получаете очень красивый пряник, особенно если это пряничные конфеты новогодние или домики, какие-нибудь пряничные человечки. Вот в новогодние дни эти трубочки очень выручают. Они просто очень красивые и в букетах хорошо смотрятся в пряничных. Выравниваем пока горячие и пока горячие, мы вставляем в них шпажки. Шпажки бывают разные. Самые безопасные это трубочки. Они небольшие и можно вставлять сразу в пряник. Пряник я выпекаю толстенький, поэтому толщина шпажки роли не играет. Но есть еще прекрасные вот такие наборы шпажек. Они плоские. Я купила их в кондитерском магазине, как для мороженого. И они конечно гораздо лучше, в том плане, что они плоские и очень удобные. Шпажки мы вставляем и буквально через минуту их снова вытаскиваем. Посмотрите, они закругленные, они не острые. Острые шпажки, у них самый щепетильный момент острая часть, особенно если какой-то детский праздник. Поэтому я рекомендую вам теперь уже использовать вот такие плоские. В сетевых магазинах я часто вижу шпажки плоские, потому что, видимо, очень многие обращают на это внимание. Пока я разговаривала, шпажка уже зафиксировала отверстие, можно ее вынимать. И потом, когда вы закончите роспись, вы шпажки снова вставите. То есть место под нее мы подготовили. Эти шпажки достаточно плотные, но они невысокие. Если на ней вот так находится пряник, остальная часть ее можно отломать и посадить на торт. Здесь у меня трубочка. Я расплющила вот этот край, где-то сантиметра два-три, чтобы он устойчиво вошел в пряник. И теперь аккуратно вставляем в горячий пряник, иначе у вас ничего не получится. И вставляем. Ну еще можно вот такой, он очень хорошо входит. Но если вам нужна круглая трубочка, особенно в новогодних, то следом нужно вставить ее. И получается очень красивый пряник, особенно если это новогодняя игрушка, вот с такой красно-белой ленточкой. Через минуту можно шпажку вытащить, потому что отверстие мы уже подготовили. Расписываем пряники без шпажки, а потом уже вставляем в готовый пряник.